Взрыв Январь 2000 года. Грозный. Федеральные войска начали второй этап штурма города, превращенного боевиками в неприступную крепость. В первых рядах шли саперы, обезвреживая мины ловушки и взрывая укрепления. Когда войска вышли к центру города, боевики сменили тактику, пытаясь вырваться мелкими группами. Секрет. 2 февраля 2000 года. Командующему объединенной группировкой войск на Северном Кавказе генерал-лейтенанту Геннадию Трошеву. Предстоящий штурм центральной части Грозного приведет к неоправданным потерям. Прошу разрешить проведение операции охота на волков. Командующий штурмовой группировкой генерал-майор Владимир Булгаков. Целью операции охота на волков было выманить боевиков из города, дистанционно окружить минными полями и уничтожить артиллерии. Средства дистанционного минирования предусматривают то, что мина или контейнер с минами тем или иным способом без контакта с грунтом доставляется на место установки. Получив информацию о том, что путь свободен, полторы тысячи головорезов Басаева пошли на прорыв. Но неожиданно они наткнулись на минное поле. И тогда Басаев развернул боевиков на Грозке. Чтобы отсечь его, были выставлены минные поля. На одной из мин ему и оторвало ногу. Но они преодолели это минное поле методом живого разминирования. Взяли его на руки, впереди шли боевики, подрывались, падали. Вырваться из ловушки удалось лишь небольшой группе боевиков. Остальные погибли или сдались. Весть о неудачном прорыве сломила дух сопротивления. На следующий день Грозный сдался. Мина самый совершенный солдат. Она невидима, никогда не спит, не требует тепла и еды. Мина всегда готова к бою и никогда не промахнется. Современная мина может отличить танк от трактора, вооруженного человека, от мирного жителя. Она постоянно наблюдает за полем боя и может уничтожить себя в случае окончания боевых действий, чтобы не причинить вреда обычным людям. Почему мину считают самым секретным и надежным оружием 21 века? Сегодня мы впервые расскажем об этом в нашем фильме. Дьявольские поля войны Зима 1939 года. Война с Финляндией. Красная армия застыла у полосы укреплений линии Маннергейма, перед которой расстилались минные поля. В те годы стратеги Красной армии считали, что успех в будущей войне принесут удары авиации и танков. Поэтому минам, оружия и обороны не уделяли должного внимания. Наши саперы впервые столкнулись с противотанковыми минами в стальном корпусе. Танки подрывались на них десятками. У финских мин оказался очень чувствительный взрыватель. Саперы гибли, пытаясь их разобрать. Один из немногих советских специалистов по минам Илья Старинов предложил вскипятить воду и опустить в нее мину на веревке. Тротел расплавился и вытек. Мину разобрали и уже к вечеру была готова инструкция по ее обезвреживанию. Вот они, вражеские мины, на которые финское командование возлагало большие надежды. В то время оборудование сапера состояло из стального шипа на палке и кошке. На финский фронт срочно доставили несколько опытных моделей миноискателей. Несколько макетов было сделано этих миноискателей, и они показали возможность обнаружения этих мин, но на тот период, например, они были ламповыми, и они не выдерживали температуру. При штурме линии Маннергейма саперы под огнем расчищали путь пехоти. К дотам, стены которых не брали даже крупнокалиберные снаряды, они на руках подтаскивали сотни килограммов взрывчатки и подрывали их. Линия Маннергейма была прорвана. Опыт финской войны показал значение мин и средства разминирования в современной войне. 15-му институту инженерных войск Нахабина было выдано срочное задание на разработку новых типов мин. И сразу пяти научным институтам и Академии связи создать миноискатель. До нападения Германии оставалось чуть больше года. Танковые прорывы и молниеносное окружение были ключом немецкой стратегии Блицквига. Но надежных средств борьбы с танками у саперов не оказалось. После подрыва на нашей противотанковой мине немецкая бронетехника всего через полчаса снова вступала в бой. В 1941 году, когда конструкторам поставили задачу срочно создать новые противотанковые мины, на их производство не выделили ни взрывчатки, ни металла, ни мастерских. Но выход был найден. Взрывчатку получали, смешивая торф с селитрой. Для повышения мощности ее высушивали и прессовали в брикеты на кирпичных заводах. Корпус делали из картона, взрыватель из гильзы. Треть своих знаменитых тигров и пантер вермахт потерял именно на таких минах. В конце октября 1941 года, когда немецкие танки, прорвав оборону, устремились к Москве, на их пути срочно выставили минные поля. Группа генерала Гудериана, потеряв сотни танков, была задержана. Несколько выигранных дней спасли столицу. Умело ставили советские солдаты и противопехотные мины. Когда нам приходилось выходить из тыла, из немецкого, и когда нас преследовали, однажды собственными глазами видел, как группа человек из пяти, из шести подорвалась на этой растяжке. Благодаря довоенным наработкам саперы применяли не только примитивные коробки, но и сложнейшие радиоуправляемые мины, которых не имела ни одна страна. Осенью 41-го командование поставило перед специалистом по минной войне Ильей Стариновым задачу. Тайно заминировать Харьков. Были заложены тысячи мин, в том числе десятки мощных фугасов с радиоминами. Для маскировки саперы установили сотни ложных зарядов. Секретный. 8 ноября 1941 года. Харьков. Информационная сводка по группе армии Юг, номер 98, дробь 41. При наступлении доблестных войск фюрера в Харькове обнаружены в большом количестве русские мины. Русские пытались в ряд этих, зарывая на глубину до 2,5 метров. Неумелая установка мин и неумелая маскировка позволили опытным саперам Рейха обойтись без миноискателей. Штаб группы армии Юг. Перекваченное сообщение показали Старинам. Подобный просчет тогда означал трибунал. Но когда из Воронежа был дан радиосигнал на подрыв, штаб Харьковской группировки немцев и вся система управления были полностью уничтожены. Переход к наступательным действиям Красной Армии означал, что саперам придется не только ставить мины, но и заниматься разминированием. Теперь у них для этого появились надежные средства. Миноискатели низкочастотные и высокочастотные. В последствии он немножко отошел в сторону, а низкочастотный миноискатель позволял работать при низких температурах. Ручное разминирование велось медленно. Тогда для прокладки проходов в минных полях был разработан танковый трал. Мы вступили на этот путь самыми первыми. То есть наши минные тралы катковые, которые применялись в годы Великой Отечественной войны, были даже целые полки, оснащенными этими тралами, в общем-то скопированные американцами. Еще до войны Старинов предлагал превратить мины в наступательное оружие. Его идея была реализована позже, в концепции рельсовой войны, которая стала основой тактики партизанских соединений. Кульминация рельсовой войны пришлась на лето 44-го года, когда партизаны перерезали все железнодорожные линии Белоруссии. Только через 30 лет стало известно, что действия партизан сорвали чудовищный замысел фашистов. Летнее утро 1972 года не предвещало ничего особенного, когда в военный комиссариат города Орша пришла заявка на разминирование. В те годы в Белоруссии убирать подарки войны саперов вызывали каждую неделю. Но в этот раз все было необычно. Район Орши оцепили войска. Были обнаружены шурфы, в котором закладывались немцы, закладывали там, в общем, шоссейная дорога, с одной стороны болото было и с другой стороны. Оказалось, заминировано 100 километров Минского шоссе. Замысел немцев заключался в том, чтобы в разгар советского наступления взорвать забитую войсками главную магистраль, идущую на запад. Пустоты под шоссе были заполнены взрывчаткой. Обычные миноискатели ее не обнаруживали. Торинный очень метод лозы у поиска, раньше употреблялся поиска воды. Шоссейная дорога, что делать, да? Я говорю, долбать отбойником и вскрывать полотно. Он вскрыл полотно, вот, там действительно образовался колодец. Ну, нашли вот этот колодец, взрывчатые вещества, чешуйчатые вещества в ящиках прямо. Только на двух последних километрах шурфы оказались пустыми. В 44-м немецким саперам не хватило всего лишь вагонов взрывчатки, чтобы закончить минирование. 1946 год. Разгорелась холодная война. В США были проведены атомные испытания, в результате которых выяснилось, что танки – максимально защищенный вид военной техники. Враждующие стороны начали строительство танковых арманов. В Подмосковье для создания новых противотанковых мин был открыт специализированный институт. Массу взрывчатки в новых минах увеличили до 6 килограмм. К тому же из остального корпуса такая мина оказалась очень тяжелой, а в случае войны их предстояло установить миллионы. Требовался механический постановщик мин. Представьте себе гусеничный минный заградитель, который на борту несет 3 тонны взрывчатки, и он по полю боя ходит и там устанавливает мины. Поэтому, конечно, главное требование о том, чтобы при случайных механических воздействиях, при взрывах, при прострелах, при пробитии корпуса до поносителя, чтобы боезапас не взрывался. Конструкторы нашли оригинальное решение – прикрепить кресло экипажа, двигатель и боезапас к крыше машины. На днищем установили многослойную защиту, которая гасит любой взрыв. Так появился минный заградитель ГМЗ-3. Машина оказалась столь удачной, что, имея огромный ресурс модернизации, до сих пор находится на вооружении. Новое поколение мин создавалось уже под механическую установку. Вес взрывчатки в них возрос до 12 килограмм. Ни один танк не мог устоять перед такой мощью. Но военные потребовали уменьшить вес мин и приспособить их для мгновенной установки кассетным способом. Сразу десятки и сотни штук. Стояла задача сделать мину, которой можно устанавливать самолеты, вертолеты, реактивной системой ствольного огня, ну, «катюши». То, что мы называем. Понятно, что мины при этом испытывают колоссальные эксплуатационные нагрузки. Кроме того, падает на грунт хаотично, она может лечь под разными углами. Группа под руководством Виктора Костарева сделала мину прежде всего удобной для постановки в кассетах. Она напоминала брусок с кумулятивными полостями на каждой из сторон. Она уже обязательно лежит в этой плоскости, как-то так. Четыре грани с поверхностями в виде облицовок. Ясно, что когда она легла на грунт, по крайней мере, одна из облицовок всегда смотрит вверх. На испытаниях новой мины не обошлось без курьезов. Установки дистанционного минирования были в новинку. Управлять ими научились не сразу. Мы сидели в бункере, а на нас незадачливый испытатель выбросил, значит, все эти наши мины. И в течение срока их действия мы просто не могли выйти из бункера, посмотреть, что же на нас там высыпали и как все это работает. Около четырех часов мы сидели. Кассетная мина, получившая имя нокаут, может мгновенно покрыть большие площади перед колоннами танков. Нокаут реагирует на магнитный импульс танка. Взрыватель срабатывает в двух местах, что увеличивает мощь взрыва. Это было наше ноу-хау. И я могу прямо сказать, что других таких образцов на этом принципе, в мире, по крайней мере, нам неизвестно. Зато мина, посмотрите, какая элегантная получилась. Красивая мина. А красивая мина, она всегда эффективная. В середине 70-х годов развитие электроники дало толчок к появлению мин следующего поколения. Мин надо было научить наблюдать за противником и даже вести бой самостоятельно. Секретно. 23 мая 1971 года. Начальнику главного автобронетанкового управления Советской Армии. Из аналитической записки. Пункт 3. Танковая мощь Советского Союза вызывает большие опасения экспертов НАТО. В связи с этим в США разработаны и проходят испытания мины, поражающие бортовую броню танка с расстояния 10 и более метров. Начальник аналитического отдела генерального штаба. Ответом на западные разработки стала электронная мина с элементами искусственного интеллекта ТМ-83. Поражающая бронетехнику из засад. Колебания земли от идущего танка активизирует сейсмический датчик, который включает инфракрасный излучатель. Стоит танку пересечь невидимый луч, и его борт поражает активное ядро. Возможность мгновенного минирования породила проблему быстрого преодоления минных полей. Обезопасить собственные мины просто. Достаточно установить дополнительный датчик, в нужное время взводящий или отключающий взрыватели. Но вражеские поля выключить не так просто. Вместо механических тралов потребовались установки, работающие на иных принципах. Установка подавалась по земле за счет реактивных двигателей. После их выработки пороховых зарядов с реактивным двигателем установка останавливалась на минном поле и производился подрыв. Эта уникальная машина в войсках получила прозвище «Змей Горыныч». Словно сказочный персонаж, голова дракона пролетает над минным полем, вытаскивая длинный хвост, шланг с несколькими тоннами взрывчатки. После взрыва в минном поле мгновенно образуется широкий проход для войск и техники. Осень 68-го года. В США разгорается судебный процесс по выдворению страны Джона Леннона. Причиной скандала стали протесты певца против варварских методов ведения войны во Вьетнаме. Особенно возмущали пацифистов ковровые бомбардировки, напалм, шариковые бомбы и пластиковые мины. Американцы тотально минировали джунгли. Новое поколение мин создавалось с целью не убить, а искалечить противника. В Пентагоне такую тактику назвали гуманитарным минированием, считая, что страдания тысяч изувеченных бойцов оказывают сильное моральное воздействие на противника. Мощнейшим оружием американцев стала пластиковая мина «Клеймер», направленного действия, поражающая все живое на десятки метров. Страшным сюрпризом оказалась пластмассовая мина «Дрэгон Туз» — зуб дракона, отрывавшая ступни. Миллионы зубов дракона усеяли джунгли и рисовые поля. Но американские военные просчитались. Лишившись возможности собирать урожай, крестьяне массово уходили в партизаны. Они тоже ставили свои мины на дороги и тропы на пути американцев. Две трети потерь американская армия понесла именно от них. Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев принял в Кремле вьетнамскую партийно-правительственную делегацию. На секретном раунде переговоров вьетнамцы пожаловали, что вся страна усыпана новыми американскими минами, которые очень трудно обнаружить. Брежнев был единственным из советских руководителей, воевавшим на передовой. В 43-м году шедший на Малую Землю рыбацкий сейнер подорвался на плавающей мине. И подполковнику Брежневу пришлось добираться до берега в плаве. Поэтому упоминание о новых минах потенциального противника вызвало бурную реакцию генерального секретаря. Брежнев приказал в кратчайшие сроки поставить на вооружение советской армии мины во всем превосходящее американские. Во Вьетнам отправили специалистов по разминированию, которые привезли в Советский Союз образцы американских мин. Создать аналог Клеймера МОН-50 оказалось просто. Это был очень горячий период, начало 70-х годов. Работники института буквально и не только над такой бабочкой, но и рядом других образцов работали буквально круглосуточно. С аналогом Дрэгонпус, прозванный нашими специалистами бабочкой, возникли трудности. Военные предъявили жесткие требования. Мина должна выдерживать температуры от плюс 50 до минус 40, быть стойкой к сильным ударам. Но казалось, что в СССР не выпускается полиэтилен нужной прочности. Эту задачу удалось решить только путем модифицирования уже сформированных, изготовленных корпусов, их радиационно-химического модифицирования на ускорителях электронов. То есть были на производствах поставлены специалисты, вот эти ускорители электронов, выявлено, что при прохождении потока электронов через полиэтилен он меняет свою структуру. Облученные рентгеновскими лучами корпуса получились в три раза прочнее. Кроме этого, военные потребовали установить на мину самоликвидатор. Для этого группе Виктора Попова пришлось изобрести новый вид часовых механизмов. Мы их сейчас называем деформационные временные механизмы. Это часы, ну, в трех-четырех деталях. То есть они основаны на время их работы, основаны на перетекании, передавливании синтетического каучука. За разработку нового класса противопехотных мин, в том числе ПФМ-1 «Бабочки», конструкторы в 1976 и 1978 годах награждали государственными премиями. Выполняя интернациональный долг, советский солдат стал плечом к плечу с защитниками Апрельской революции против врагов афганского народа. Командование советских войск в Афганистане не планировало применение мин. Но вскоре развернулась партизанская война, в которой самым эффективным оружием являются мины. Чтобы обезопасить подступы к своим базам, советские войска выставляли минные поля. Выяснив, что подобраться к военным объектам невозможно, маджахеды стали обстреливать их с прилегающих гор. Задачей саперов стало обнаружение и скрытное минирование позиций душмана. В ответ была устроена настоящая охота на саперов. Тогда командование вспомнило о минных бабочках, и горные тропы были надежно перекрыты. Все, что ставилось вручную, все это с противоположной стороны вычислялось, просматривалось, наблюдалось и все прочее. А здесь пролетел вертолет, хлопок сверху, а затем через некоторое время казалось, что здесь минное поле. Поступало время самоликвидации, вручную начиналось срабатывание вот этих вот, поочередно этих мин. И это наводило довольно-таки большую панику в среде душманов. Война – это всегда соревнования меча и щита, мин и средств разминирования. Душманы нашли простой способ обезвреживания горных троп. Перед боевой группой они прогоняли отару овец. Ответ советской стороны не заставил себя ждать. Секретно. 15 марта 1985 года. Вашингтон, округ Колумбия. В департамент военной разведки РУМО Министерства обороны США. В провинциях Кандагар и Палван советские войска устанавливают мины с новым типом взрывателей, реагирующих только на приближение человека. Все попытки разминирования окончились безрезультатно. Чтобы получить образцы новых взрывателей, требуются специалисты высокого класса. Представитель РУМО – высламователь. Главным секретом нового метода минирования стал блок управления охотой. Это устройство было создано в конце 70-х, когда разрабатывались сейсмические минные датчики. Идея создания такого двухканального взрывательного устройства состоит в том, что, как правило, делается так называемый дежурный канал, сейсмический. Это сейсмодатчик, который улавливает микроволны сейсмические, которые возбудаются при движении человека, животного, автомобиля. Выделяя сигнал человеческих шагов, устройство вычисляет направление движения и выдает команду на подрыв. Подойти к такому полю невозможно. При подрыве последней мины или по истечении заданного времени блок охота самоликвидируется. Известие о советских минах нового поколения облетело все саперные центры НАТО. Французы направили в Пешавар экспедиции с секретным заданием добыть новый взрыватель русских. Из американского центра Форт-Леонард прибыл знаменитый сапер по прозвищу Снейк. Миниатюрный блок охота, управляющий минным полем, реагирует только на человеческие шаги и пропускает мимо стада овец или диких животных. Обезвредить такое хитроумное устройство может только сапер, хорошо знающий безопасный алгоритм чередования шагов. Ни команда французских саперов, ни знаменитый американский ас разминирования Снейк тогда так и не сумели разгадать этот алгоритм. Западные специалисты смогли познакомиться с охотой только после распада СССР, получив блоки прямо с армейских складов бывших советских республик. Но к этому времени наши конструкторы создали новое поколение умных взрывателей. В это трудно поверить, но сегодня, благодаря электронике, современные блоки управления минным полем могут отличить солдата от мирного жителя. Четвертое поколение, я постараюсь, где уже практически там мини-АВМ стоит. Идет вычисление всех параметров цели, начиная, кстати, скорости движения и прочее. Мы, в принципе, можем отличать бегущего человека, идущего человека, ползущего человека, вплоть до того, что вооруженный человек и невооруженный человек. Взрывы 1994 год. Началась первая чеченская кампания. За три года до этого, по указанию из Москвы, чеченским властям были переданы танки, самолеты, зенитные комплексы и склады с оружием. Саперы тоже получили приказ передать дудаевцам запасы мин. Осознавая страшные последствия, они выполнили приказ буквально. Передали мины и взрыватели. Не передали только капсули взрывателям. Все чеченские мины оказались обезврежены заранее. Поначалу такое безалаберное отношение, и отсутствие специалистов, очевидно, у дудаева, помогло нам более-менее, так сказать, избежать потерь от минно-взрывного оружия. Но вскоре боевики начали устанавливать самодельные взрывные устройства из артиллерийских снарядов и авиабомб. Там появились специалисты, очевидно, после того, когда из других, наверное, недружественных стран эти специалисты обучили дудаевцев. Вот эта война приобрела очень жестокий, кровопролитный такой характер. Одной из причин стал прогресс мобильной связи. Большинство самодельных мин приводилось в действие по рациям, которые можно купить в магазине. Обычная радиостанция «Хенвуд», запаянная в пластиковую бутылку и снабжённая неким предохранителем, который позволяет устройство это установить, когда произойдёт время чей, и уже вот включают вот это устройство в действие. Небольшие минные поля надёжно прикрывали блокпосты федеральных сил от неожиданных налётов террористов. Недалеко от того места, где постоянно проходят колонны, каждый день снимали какие-то взрывные устройства в виде фугасов, артиллерийских снарядов, естественно, самодельных. На подходах к этому месту поставили растяжки МОН-50, и, в общем-то, утром они сработали, и три человека, молодых людей, чеченских боевика, были уничтожены, и после этого на этом месте, естественно, больше таких событий не происходило. После 2000 года прямые столкновения с боевиками становились всё реже. Боевые действия превратились в минную войну, главная тяжесть которой легла на плечи сапёра. Ежедневные инженерные войска проводили разведку дорог общей протяжённостью, ну, в разные дни, от 600 до 1000 километров. И боевики что делают? Чтобы нанести урон, минируют дороги, здания, объекты. И в первую очередь идут сапёры, обезвреживают эти взрывные устройства. У федеральных войск в Чечне есть непреложное правило. Ни одна колонна не двинется с места, не получив добро от сапёров. И всё же подрывы случались. Работа с новыми опасными устройствами требовала нового уровня защиты. Перед вами не персонаж фантастического фильма, а сапёр в новом костюме разминирования, дублом. Под камуфляжем скрыта броня, которой позавидовали бы средневековые рыцари. Ну, автоматная пуля, да, его не пробивает с 5 метров. Так дальше, но в нём работать, это очень тяжело. Имеется в виду в каком-то месте, данном, где есть эта мина и так дальше. Да, он спасёт, это нормально работать. Дублону не страшны пули и осколки. Главный его секрет – особая конструкция ботинок. В них скрыты разряжённые полости. При взрыве противопехотной мины вакуум поглощает большую часть его энергии. Взрыве, красотки, дороги, приступи! Радиоуправляемые мины начали глушить генераторами помех. Вы видите тренировку с установкой «Ветер-Т», которая обнаруживает на расстоянии сотен метров любой радиоуправляемый фугас. Сапёрам достаточно включить генератор помех, и устройство найдено. Взять опыт Чечни, то на данный момент количество подрывов личного состава резко уменьшилось. Пик, наверное, приходился на 2001 год. Чечня стала последним местом службы знаменитой «Бабочки», производство которой прекратилось ещё в начале 90-х. Появился новый класс самоустанавливающихся мин. Мина «Пом-2» заменяет несколько сот бабочек. Она выкидывает четыре датчика на невидимых нитях. И при подрыве поражает всё вокруг сотнями маленьких лезвий. Для войск специального назначения конструкторы разработали её ручную модификацию. У меня в руках современная граната-мина, которую вряд ли вам приходилось когда-нибудь видеть. Достаточно выдернуть чеку, бросить её на землю, раскроются вот такие лепестки, и через 35 секунд образуется минное поле радиусом 20 метров. Когда разведгруппа уходит от преследования, нет лучших средств, чтобы остановить противника на время или вовсе прекратить погоню. Если бы конструкторы этой мины не были столь засекреченными, они бы услышали немало благодарностей от военных за спасённые жизни. Благодаря применению новых мин, потери были сведены к минимуму. Мины федеральных войск означены самоликвидаторами, поля строго фиксируются на картах. Главную опасность представляют взрывные устройства боевиков. Там мирные жители, там наши люди, там, будем говорить, всё наше. И вот просто так взорвать, уничтожить эти мины не представлялось возможным. Приходилось применять очень сложные, опасные иногда действия. Потерпев поражение на поле боя, боевики перешли к тактике террора в мирных городах России, используя изощрённые методы минирования. С этим предметом произошла очень интересная ситуация. Один из сотрудников, который его нашёл, ну, наверное, на уровне подсознания, почувствовал, что фонарик необыкновенный, и прибор этот попал в руки сапёра. В общем-то, так скажем, удалось его разминировать, открыв, так скажем, отсек с лампочкой. После того, как его открыли, нашли, что возле лампочки есть такие два проводка, замкнутые. В общем-то, при размыкании этих проводков устройство было удачно разминировано. При нарастающей угрозе диверсии мины остаются одним из самых надёжных средств защиты важнейших стратегических объектов. Чтобы исключить трагическую случайность, созданы образцы нелетальных мин. Их боевое вещество аналогично спецсредствам, которые использует милиция. Слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Я как специалист могу сказать, что это самое мирное оружие. Оно никогда не выстрелит по кому-то, оно никогда не будет применено, если, есть ли тот, кто хочет нарушить, если на границе установлены минные поля, границу, если вокруг охраняемого объекта, линию охраны объекта. Несмотря на прогресс в создании мин избирательного и нелетального действия, на Западе в середине 90-х была развернута кампания по полному запрету противопехотных мин. Но после распада Советского Союза, Пентагон выдвинул новую стратегию глобального доминирования, означавшую возможность применения американских войск в любой точке земного шара. А самым доступным средством противодействия наступающим войскам всегда являются мины. Для нейтрализации угрозы американцы решили использовать благородные цели движения по запрету мин. По инициативе Соединенных Штатов в Оттаве был разработан протокол по полному запрещению противопехотных мин. Но став инициатором запрета мин, США так и не подписали Оттавский протокол. 30 августа 1997 года. Весь мир потрясло известие о гибели принцессы Дианы. Благодаря Леди Ди о движении узнали миллионы людей. Были собраны сотни миллионов долларов на гуманитарное разминирование. От одной автоматной очереди можно погибнуть гораздо больше, чем от одной мины. От одного разрыва снаряда и бомбы тоже. И получают увечья, травмы не меньше, чем от подрыва мины. Но вот мины это скрытая форма поражения, это неожиданность. Поэтому они так и опасны и страшны. Поэтому на них может быть и так больно воспринимаются трагедии, которые происходят. По мнению военных экспертов, полный запрет мин только увеличит минную опасность. Современные мины в соответствии с Женевскими конвенциями оснащены самоликвидаторами. Обнаруживаются миноискателями и легко извлекаются. Простейшую мину можно сделать из ручной гранаты, снаряда, куска взрывчатки. Изготовить подобные устройства достаточно легко в домашних условиях. И для этого не надо быть большим специалистом. Достаточно пройти недельные, двухнедельные курсы. Установленные бесконтрольно, такие самоделки принесут большие беды мирному населению. В начале 2003 года американским войскам в Ираке удалось избежать потерь. Быстрое продвижение американских войск при высадке в Ираке было как раз и связано с тем, что ряд генералов иракской армии просто-напросто передали схемы и карты минных полей, установленных американскому командованию. Однако впоследствии войска коалиции столкнулись с настоящей минной войной. В ответ на ежедневные взрывы радиоуправляемых фугасов, для охраны своих баз они применяют самое действенное оружие защиты – мины. Основные ведущие государства понимают, что защитить свою территорию без мин невозможно. Поэтому, как бы ни говорили Соединенные Штаты, они являются одним из крупнейших производителей и, самое главное, поставщиков мин. 25 мая 2003 года на Красной площади состоялся концерт Пола Маккартни. На нем Чита Маккартни, занявшая место леди Ди в движении по запрету мин, призывала Россию полностью присоединиться к Атавскому протоколу. Официальные лица объяснили знаменитому музыканту, что Россия ратифицирует пункты протокола, запрещающие применение негуманных типов мин. Однако полностью отказаться от этого оружия пока не может. У нас особая ситуация. Через несколько дней охранники не пропустили на рок-фестиваль в души на двух подозрительных женщин, которые улыбнулись и отошли назад. В тот же миг прогремели взрывы, унесшие десятки жизней. Взрывные устройства, которые по другой терминологии называют суицидальные взрывные устройства, приводятся в действие самим террористам-смертникам. Иногда используется дублирующий канал управления, вмонтированный в это взрывное устройство. И таким образом террорист может не подозревать, что приведение в действие взрывного устройства будет осуществлено дистанционно по радиокоманде. В конце июня 2003 года в Москве произошла серия взрывов. При разминировании погиб сапер ФСБ. Очередной виток минной войны потребовал разработки новых средств обезвреживания. Еще недавно этот пояс носил шахид, попытавшийся устроить теракт в одном из городов России. Помог обнаружить смертников универсальный миноискатель «Анкер», использующий новые физические принципы поиска. Перемещение отдельных элементов взрывного устройства относительно друг друга. В результате этого изменяется эффективная поверхность рассеяния. Вот это изменение позволяет устройствам типа «Анкера», обнаружителям «Анкера» обнаружить наличие этого взрывного устройства на человеке. Уникальный прибор принадлежит новому поколению миноискателей, разработанных российскими учеными. Март 2005 года. Учебный центр разминирования инженерных войск России. Бригадный генерал Ваутл, главный эксперт противоминной службы армии США, восторгается новейшими приборами «Анкер» и «Коршун», которые способны обнаружить любое электронное устройство даже за бетонной стеной. 24 ноября 2005 года в Ираке взорвались 15 управляемых фугасов. Американцы назвали этот день «Черным четвергом». Генерала Ваутла отстранили от должности. В распоряжении его подчиненных не было приборов, с помощью которых в Чечне уже обезврежены десятки радиомин. Поэтому недавно страны НАТО решили оснастить свою армию и полицию российскими приборами «Коршун». Сто лет назад русские инженеры изобрели первые мины. И сегодня Россия остается лидером в этой области вооружений. Наши конструкторы создают мины, отвечающие требованиям самых строгих международных конвенций и самые современные средства разминирования. Но террористы не соблюдают никаких конвенций и правил ведения войны. Поэтому сегодня, когда идет борьба с терроризмом, бессмысленно разоружаться перед врагом и отказываться от мин. самого эффективного средства защиты. Продолжение следует...